Шалом, дорогие друзья, сегодня 13 число месяца Илюльф. Продолжение выученного вчера, Аутеревы продолжает свое сказание, говоря, что каждому еврею следует сочетать в себе оба упомянутых выше качества. Даже тот, чья душа проистекает из духовной категории правой стороны, Хесет, тем не менее, должен развивать в себе качество левой категории Бвура. И наоборот, например, Беназай часто повторял, никому не относись с презрением и не считай невероятным любое развитие событий, ибо нет человека, час которого не наступит, и нет ничего, чему бы не нашлось своего места. Слова этой Мишны также намекают нам на то, что как Хесет, так и Бвура имеют место и время для каждого человека, когда им необходимо воспользоваться. По объяснению этого можно привести пример, что даже форма множественного числа имени Эрл Ким указывает на то, что Бог, который источник всей жизни душ еврейского народа, который подразделяется на три общие линии, правую, левую и среднюю, то есть на линию Хесет, линию Гвура и линию Тифера. Те души, которые коренятся в линии Хесет, склонны к смягчению и облегчению решений, как известно. И тем более это должно быть в тех случаях, когда речь идет о том, что скрыто и принадлежит Всевышнему Богу, как, например, любовь и страх по отношению к Нему в уме и сердце каждого человека в соответствии с его способностями и восприимчивостью сердца. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч. Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.